В начале XVI века в русском православии накопилось много вопросов касательно трактовок жизнедеятельности и имущественных прав монастырей. Ответы на них можно было найти в греческих книгах. И вот тогда на Афон были отправлены русские послы с задачей пригласить толмача для перевода. Так в 1518 году при дворе великого князя Василия III появился преподобный Максим Грек, образованный монах, за плечами которого была большая школа свято-иноческой жизни. В Москве его поначалу прекрасно приняли, и он за полтора года перевел большой труд в толковые псалтыри. Его намерения вернуться после этого на родину остались без положительного ответа. А потом преподобный начал громко высказываться о стяжательстве в русской жизни. Так он оказался в опале. Поместный собор в 1525 году обвинил Максима Грека в ереси, он был отлучен от причастия и сослан в Иосифо-Володский монастырь. Лишь в 1541 году ему было разрешено причащаться святых тайн, моления, писания духовных книг и переводы. Вот суть жизни этого верного сына Христа в эти годы. Автор 365 духовных текстов, писатель и публицист и, по образному выражению Лихачева, первый интеллигент на Руси, Максим Грек прославлен в лике преподобных на Поместном соборе в 1988 году. День поминовения православного писателя отмечается 3 февраля.